Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу», я ее ведущий, Олесь Горджук. Украина ближе к ЕС, чем когда-либо прежде. Идея медленной, но уверенной европейской интеграции вдохновила украинцев бороться за прогрессивные ценности, противостоять огромному давлению и в конечном итоге победить бывшую украинскую, так сказать, элиту. Эта идея мобилизировала общество в поддержке и в итоге окупилась соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной. Вскоре цель европейской интеграции также может быть включена в Конституцию Украины. Чтобы обсудить путь Украины к ЕС, ее достижения и недостатки, мы приветствуем в студии Хьюго Мингарелли, главу делегации Европейского Союза в Украине. Здравствуйте и спасибо, что присоединились к нам сегодня. Приятно видеть вас в нашей студии. Господин Мингарелли, давайте сначала обсудим последнее событие, а затем поговорим о соглашении об ассоциации с ЕС. Недавно Украина ввела военное положение почти на половине своей территории после того, как российские военные открыто атаковали украинские корабли в Азовском море, а затем задержали наших военных моряков. Представители ЕС заявляют, что Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Как ЕС отреагировал на введение военного положения? Прежде всего, я должен сказать, что это нападение на три украинских судна является лишь последним из целой серии шагов, которые предпринимаются Россией с мая этого года, чтобы сделать доступ украинским судам, не только украинским, но и всем другим. В порты Бердянска и Мариуполя все более затруднительны. В мае они открыли мост, из-за которого судам выше 33 метров невозможно добраться до Азовского моря. Затем Путин ввел следственный контроль, который на несколько суток задерживает прохождение кораблей в Азовском море. А теперь они совершили военную агрессию. Все это неприемлемо и влечет плохие последствия для населения Юго-Восточной Украины. С нашей стороны мы требуем, чтобы Россия безотлагательно освободила и суда, и экипаж. 24 украинских моряка, которые на сегодня арестованы и задержаны. Это настоящий скандал. Мы также требуем от российской стороны обеспечить беспрепятственный транзит через Керченский пролив, ведь они до сих пор продолжают блокировать прохождение судов. Да, они продолжают блокировать пролив. Украинские моряки были признаны военнопленными. По словам нашего правительства, россияне же, задерживая моряков и вынося им приговоры, сейчас нарушают Живневскую конвенцию. Вы правы. Вот почему наше политическое руководство сделало очень четкое заявление. Еще раз осудило российскую политику и агрессию против Украины. Посол Украины в ЕС Николай Тачитский призвал Европу ввести новые санкции после эскалации ситуации в Азовском море. Он попросил Федерику Маггерини поднять этот вопрос на встрече министра иностранных дел в Брюсселе. Могли бы вы рассказать об этом? Есть ли возможность принятия новых санкций? Наложение санкций – это вопрос, который должны решить государства-члены. Я знаю, что некоторые из них уже подняли вопрос о необходимости рассмотрения дополнительных санкций. Я уверен, что государства-члены ЕС обсудят это в рамках Совета, но я не могу предсказать, каким будет их решение. Конечно. Значит, в ближайшем будущем мы увидим, что произойдет? Могу с уверенностью сказать, что это обсудят в ближайшие несколько недель. Спасибо. Итак, давайте теперь сосредоточимся на сотрудничестве Украины и ЕС, обсудим соглашение об ассоциации между нашей страной и Европейским Союзом. Я знаю, что вы были главным переговорщиком по поводу этого соглашения до 2010 года, и вы были одним из первых, кто обсуждал его. Скажите, каков нынешний этап реализации соглашения об ассоциации? Украинское политическое руководство предприняло очень важные шаги для обеспечения реализации соглашения об ассоциации, включая предоставление всеобъемлющей зоны свободной торговли. Сначала Кабинет министров принял в октябре-ноябре прошлого года план с четким списком приоритетных действий, которые должны быть реализованы правительством, чтобы гармонизировать украинское законодательство с ЕС. А затем, в феврале этого года, Верховная Рада и Кабинет министров приняли совместную дорожную карту для реализации соглашения. Эту дорожную карту обновили несколько недель назад. И поэтому мы можем считать, что с украинской стороны существует сильная воля к тому, чтобы как можно быстрее и плавно реализовать соглашение. В некоторых сферах был достигнут серьезный прогресс. Я имею в виду энергоэффективность, экологию, государственные закупки, здравоохранение, образование. В других сферах, таких как таможня, налогообложение, транспорт, все немного сложнее. Но я уверен, что с политической решимостью нынешнего руководства и при полном участии институтов ЕС мы сможем в полной мере реализовать это соглашение через несколько лет. Насколько я понимаю, эта дорожная карта должна соответствовать обязательствам, которые Украина имеет перед Европейским Союзом. Правильно? Украина взяла на себя ряд обязательств, согласно соглашению, которое она должна выполнить. С нашей стороны мы тоже взяли на себя некие обязательства и обязаны сделать все возможное, чтобы каждый раз, когда Украина делает шаг в правильном направлении, она ощущала нашу поддержку. Я помню, что в прошлом году мы выполнили лишь половину плана из этих обязательств, которые планировались на 2017 год. и лучшие результаты были достигнуты в образовательной и финансовой сферах. Насколько успешна Украина в этом году? Я не могу назвать вам сейчас цифры, это было бы несерьезно. Могу сказать, что значительный прогресс был достигнут в ряде сфер. К примеру, в экономической сфере в этом году 42% украинского экспорта идет на рынки ЕС. 42%? Это огромная цифра. Четыре года назад эта же цифра составляла 25%. Таким образом, мы видим скачок с 25 до 42% украинского экспорта, которые выходят на рынки ЕС. Безусловно, Украина все более интегрируется в экономику ЕС, что хорошо очевидно для украинских компаний. Какие товары представляют наибольший интерес для Европейского Союза? О, очень много товаров. Конечно же, сельскохозяйственные продукты, такие как мед, пшеница. Но также Украина увеличивает экспорт трансформированных продуктов и услуг, которые поступают на рынки ЕС. Давайте напомним аудитории, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года. Итак, прошел уже год. Какие выгоды соглашения принесло Украине и Европейскому Союзу? Украина и также Европейской Унию? Во-первых, реализация некоторых положений этого соглашения. Это как консолидация демократического характера страны. И второй пункт, как уже говорилось, Украина все шире интегрируется в европейский рынок. А это означает, что украинские компании реже сталкиваются с проблемами, чтобы торговать и инвестировать с ЕС, как с основным торговым блоком в мире. Поэтому нет никаких сомнений в том, что с точки зрения консолидации демократических структур и модернизации экономики осуществление соглашения это правильный шаг. Я помню, в прошлом году общественное здравоохранение транспорт и почтовые службы имели худшие показатели среди обязательств передъезда. Затем Украина начала реформу здравоохранения, которая вызвала много дискуссий и споров. Каково ваше отношение к текущим изменениям в системе здравоохранения? Реформы в областях здравоохранения, образования и пенсионного обеспечения, которые были проведены правительством Гройсмана, в последние месяцы 2017 я бы чрезвычайно позитивно оценил с точки зрения сближения с ЕС. Поэтому мы поздравляем правительство за то, что было сделано. Как насчет реформ в области децентрализации и приватизации? Децентрализация является одним из главных успехов украинского руководства. Во всех регионах люди говорят нам, что их жизнь стала менее тяжелой, благодаря смещению обязанностей и финансовых ресурсов из Киева в регионы. Теперь местным властям легче, и особенно новым объединенным громадам, когда дело касается ремонта школ или ремонта дорог. и поэтому нет сомнений в том, что децентрализация чрезвычайно важна для улучшения условий жизни украинского народа. Мы надеемся, что в настоящее время местные выборы в новых объединенных громадах будут проведены к концу года для консолидации полномочий, которые были им переданы. Что касается приватизации, то она давно застопорилась, но полгода назад премьер-министр предпринял ряд шагов, чтобы попытаться дать толчок этому процессу. Благодаря этой инициативе несколько месяцев назад началась приватизация небольших компаний, и мы уже можем видеть первые положительные результаты этой политической воли для продвижения приватизации дальше, которая, как я уже сказал, давно застопорилась. Говоря о поставках газа, по вашему мнению, насколько важно для Украины оставаться транзитной страной на пути поставок газа из России в Европу? Мы знаем, что для Украины транзитный контракт означает от 2 до 3 миллиардов долларов бюджетных доходов каждый год. Поэтому мы считаем, что Украина должна оставаться. крупной транзитной страной для российского газа. Именно поэтому Европейская комиссия выступила с инициативой начать трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и ЕС. Первая встреча состоялась в Берлине в середине июля под председательством вице-президента комиссии Севковича. Он предложил провести вторую встречу несколько недель назад, но, к сожалению, россияне были недоступны. Мы надеемся, что в ближайшие несколько недель можно будет организовать вторую встречу с министром энергетики России и генеральным директором Газпрома. Но мы видим, что россияне не подчиняются даже некоторым предложениям международных судов. Они не слушают никого. И строительство газопровода все еще продолжается. На ваш взгляд, есть ли способы остановить строительство? Возможно ли это? Смотрите, решение находится не в руках ЕС. Как насчет стран, которые поддерживают это строительство? Ряд стран-членов ЕС считают, что Nord Stream 2 является коммерческим проектом, и поэтому они поддерживают строительство трубопровода. С нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что этот трубопровод, если он будет построен, подпадет под третий энергетический пакет ЕС и будет соблюдать ряд правил. и второй момент. Если и когда этот трубопровод будет построен, Украина по-прежнему должна оставаться крупной газотранспортной страной. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы получить новый газовый контракт между Россией и Украиной, потому что текущий истечет в декабре 2019 года. У нас немного времени, и поэтому мы должны вести переговоры, чтобы как можно быстрее получить новый контракт, который гарантирует, что Украина остается важным транзитером газа. Что ж, давайте посмотрим, возможно ли получить новый контракт после всех этих потерь в международных судах и драмы вокруг него. Я понимаю, что оставаться страной-транзитером газа для Украины это действительно важная вещь. Но с другой стороны, Украина стремится стать независимой от России. Это тоже важный момент. Вы упомянули, что Европейский Союз оценил украинские результаты в сфере возобновляемых источников энергии и в энергетическом секторе, что в принципе довольно ново для Украины. Что Вы можете сказать нам об этом? Могу сказать, что мы могли бы сэкономить много энергии в Украине как в промышленности, так и в домашних хозяйствах. Вот почему мы запустили крупную программу энергоэффективности. Сейчас мы финансируем создание фонда энергоэффективности, а затем найдем ряд инициатив, которые распространили бы в Украине идею о том, что можно сэкономить много энергии. Мы будем делиться своим опытом и финансировать конкретные проекты. Поэтому в ближайшие несколько лет эффективность использования энергии будет одним из наших приоритетов в рамках программ сотрудничества. Я помню, что в сфере энергоэффективности существует много программ от Европейского Банка реконструкции и развития. Как бы вы оценили работу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины? Популяризируем ли мы это среди украинцев? Мы прежде всего это Европейский инвестиционный банк и Европейский Банк реконструкции и развития, которые участвуют в этих усилиях. И я могу сказать вам, что с украинской стороны есть ряд людей, такие как вице-премьер-министр господин Зубко, которые полностью привержены идее продвижения программ энергоэффективности. Я помню, когда вы сказали, что Украина может стать экспортером газа, что она также может стать одним из самых мощных газовых рынков в Европе. Это ваша цитата. Надеемся, что это будет правдой. Теперь давайте перейдем к другому вопросу для обсуждения. Недавно Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию. Предлагается включить европейскую интеграцию в нашу Конституцию. Как вы оцениваете это решение? Процесс еще не закончен, но все же. Очевидно, что у украинского руководства есть право внести в Конституцию поправки о целях евроатлантической интеграции. Мне здесь нечего сказать. Украина является европейской страной, и в договорах ЕС четко указано, что любая европейская страна, которая выполняет ряд условий, связанных с верховенством закона и гражданскими свободами, может подать заявку на вступление в ЕС. Таким образом, дверь открыта, и я понимаю, что некоторые украинские политические лидеры хотят обеспечить, чтобы именно по этому пути следовала Украина, и что нет возможности отступить от этого политического выбора. Да, я понимаю, но по вашему мнению, это облегчит процесс европейской интеграции? Я не думаю, что это будет иметь непосредственное влияние, потому что сегодня наши совместные приоритеты должны заключаться в том, чтобы выполнить соглашение, и в частности всеобъемлющее соглашение о свободной торговле через несколько лет. Когда основная часть положений нынешнего соглашения будет реализована, я думаю, настанет время подумать об установлении новых целей для отношений между ЕС и Украиной. Но сегодня на повестке дня ясно, что реализация соглашения должна поглощать все наше внимание. В самом конце я хотел бы спросить вас о прогнозе на 2019 год. Чего стоит ожидать Украине? В первую очередь надеюсь, что правительство сможет продолжить процесс реформ и избирательный год не станет поводом для разрыва в этом движении. Премьер-министр был очень ясен. Он намерен поддерживать темпы реформ. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его. Второй момент. Мы надеемся, что президентские и парламентские выборы, которые пройдут в марте и октябре, будут свободными и справедливыми, потому что Украина демократична, и в этом не должно быть никаких сомнений. И третий момент. Я надеюсь, что когда победители выборов будут известны, они подтвердят европейский путь этой страны, поэтому мы сможем удвоить наши усилия по оказанию помощи в модернизации Украины. Что ж, большое вам спасибо за ваши ценные и интересные комментарии. И спасибо, что были гостем нашей споседи. Гостем программы «Лицом к лицу» был Хьюд Мингарелли, глава делегации Европейского Союза в Украине. Я, Олесь Горджук, прощаюсь с вами. Увидимся на телеканале ЮАИ-ТВ.